Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Мы читаем книгу «Песнь песней Соломона» на библейском портале экзегет. Пятая глава. Здесь второе ночное искание невесты. Первое ночное искание невесты. Мы о нем читали в третьей главе. Теперь второе. Различие. В третьей главе душа, никогда не обладавшая Христа, ищет Его. В пятой главе душа, знавшая и утратившая Христа, ищет Его. Прошлая глава, четвертая, закончилась описанием церкви как сада. Невеста приглашает. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой, и вкушает сладкие плоды его. Невеста желает, чтобы при нее пришел жених и насладился всем, что есть в ее саду. «Пришел я в сад мой, сестра моя невеста, набрал мир моей с ароматами моими, поел сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком моим. Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь, возлюбленные». Жених пришел в свой сад. Немножко отклонимся от самого текста. В «Песне-песне» нет единства логики. Жених — он то царь, то пастушок, то возлюбленный жених, то брат. Суламита — то невеста, то сестра. Казалось бы, вещи взаимоисключающие. Не забываем, что мы находимся на поле поэзии. И то, что невозможно в реалистическом описании, то доступно поэту. Он пользуется этими самыми разными, в том числе несопоставимыми даже друг с другом, образами, чтобы воспеть то, что он хочет воспеть. Возвращаемся к тексту. «Пришел я в сад мой, сестра моя невеста». Видите? Она и сестра, она и невеста. У апостола Павла есть, что Христос, первородный между многими братьями, как восприявший человеческую плоть, как сын Давидов, он наш брат. Он первородный между многими братьями. Надо сказать, редко используемый и употребляемый в христианской проповеди образ. Образ жениха употребляется часто. А вот есть и тот, и другой. То есть церковь, она и сестра, церковь, она и невеста. Жених пришел в свой сад. Он набрал мирры с ароматами. Эти образы, мы уже неоднократно толковали. Мира, благоухания, смертные ароматы. Поел сотов моих с медом моим. Это слово Божие. Напился вина моего с молоком моим. Молоко – слово для начинающих, от сосцов матери. Вино – напиток для радости совершенных, для усовершенствовавшихся во Христе. И жених взывает. Ешьте, друзья. То есть Царство Божие очень часто изображается как пир. Пейте. И дальше происходит то, что неоднократно у переводчиков встречается. Сглаживание эффекта. На самом деле, и в славянском переводе это так. Здесь написано. Ешьте, друзья. Пейте и упивайтесь, возлюбленные. Два состояния. Жаждущий пьет. Но ведь здесь речь идет о вине. Он пьет вино Христова. Радость Христову. Казалось бы, этого достаточно. И упивайтесь. Это состояние, сверхсостояние. Есть то благочестие, которому мы призваны. А есть то, что сверх этого. Есть гносис, есть эпигносис. По Григориям Низкому. И в христианских житиях мы это очень часто встречаем. Когда одно человек делает добродетели, которые не делать христианина не может. Это он пьет. А вот упивается, когда он делает то, что можно было бы и не делать. Если мы становимся на молитву, то мы пьем. А если Симеон Столпник становится на столб и стоит там 46 лет, то он упивается. Пейте и упивайтесь. Возлюбленные. Пейте – это то, без чего быть не может. Упивайтесь – это то, что совершается по неудержимой любви христианской души. И вот она, невеста. Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, которого стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя. Потому что голова моя вся покрыта росою, кудримой ночной влагой. Я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои, как же мне марать их? Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему. Из рук моих капала мира, из перстов мира капала на ручке замка. Отперла я возлюбленному моему. А возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил. Я искала его и не находила его. Звала его, и он не отзывался мне. Встретили меня сражи, обходящий город. Избили меня, изранили меня. Снялись меня покрывалостерегущие стены. Заклиная вас, черри иерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему, что я изнемогаю от любви. Это очень глубокий текст. Начальные слова «Я сплю, а сердце мое бодрствует» очень любили преподобные отцы. И в разных вариациях они применяли эти слова «песни-песни». «Я сплю, с одной стороны, моя плоть, а сердце бодрствует. То есть для земного я засыпаю, в Боге я бодрствую. С другой стороны, я сплю, а сердце мое бодрствует» в прямом смысле слова. Многие преподобные, особенно афонские, они прилагали это к состоянию, когда Иисуса молитва Духом Святым самодвижно совершается в сердце человека. Он даже может физически спать. А Духом Святым молитва и во сне в сердце его продолжается. «Я сплю, а сердце мое бодрствует». Если ближе к самому тексту, который мы читаем, невеста спит. То есть она в состоянии бодрственного сердца, но внешне она задремала. То есть это не душа, которая не знала Бога. Это душа, сердце, которое бодрствует. Но внешне заснула. И тут голос возлюбленного моего, и он стучится. «Се, стою у двери и стучу». Это образ из Священного Писания, из Нового Завета, из Апокалипсиса. «Христос стучится в сердце человека. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя». То есть Господь хочет войти внутрь человеческой души. «Голубица моя, чистая моя». Посмотрите, какие он находит слова. Духовные истолкования мы все уже приводили. Для Господа она и сестра, ибо он воплотился первородной между многими братьями. Она и возлюбленная, потому что он бесконечно любит нас. Он любит нас больше, чем мы сами себя. Она и голубица, она и чистая. Голова жениха, пришедшего ночью из сада, вся покрыта росою. Здесь отцы позволяют себе прилагать учение Дионисия Репагида о божественном мраке. То есть Господь приходит из непостижимой сущности. Все, что мы думаем о Боге, не о Боге мы думаем. Все, что мы говорим о Боге, не о Боге мы говорим. Все, что мы зрим глазами, не Бога мы зрим. Все, о чем мы говорим, не о Боге мы говорим. Потому что Бог, Он в божественном мраке. Как про Моисея сказано, Он вошел во мрак, где Бог. А теперь обратно, из этой непостижимости, из этого божественного мрака, непостижимости божественной сущности, Он приходит к нам через воплощение. Он приходит из этой ночи, голова Его покрыта росою, кудри ночной влагою. Но Господь пришел, а невеста, ну, она спать легла, она скинула хитон свой, как же ей еще одевать, уже как-то не хочется, вымыла ноги мои, как же мне марать их. Это относится и к синагоге времен Иисуса Христа. В это время самодостаточность иудейства не позволила ему скинуть свой хитон, заново встать, возможно, даже придется и ноги замарать. Уже как-то не хочется, уже как-то все налажено, все обустроено. Вот храм, вот служба, вот учения, вот обряды, вот священники, вот книжники. Ну, что вам еще от нас надо? То есть все налажено. И у нас тоже, вот догматы, вот каноны, вот службы, вот тембикон. Ну, все налажено. Здесь невольно можно вспомнить легенду о великом инквизиторе Федора Михайловича Достоевского. Когда приходит Христос, ну, он как будто даже немножко мешается. Там у нас все хорошо, у нас все нормально, мы правильно исповедуем, вот. А ты как будто бы вот не вовремя пришел, как-то не надо бы сейчас. Вот это состояние здесь изображается. То есть душа, церковь, народ, который имеет Христа, но уже настолько обжилась, что его живого уже как бы и не надо. Все идет по однажды заведенному. И уже не хочется ничего как-то менять, напрягаться. А возлюбленный протянул руку свою сквозь скважину. Ну, физически это невозможно, да? Через заочную скважину протянуть руку. Но это поэзия. И вот Христос, он через какие-то удивительные такие скважины, которые есть и у народа, и у церкви, и у человеческой души, он все-таки проникает и касается каких-то глубин нашей души и нашего сердца. И внутренность моя взволновалась от него. Все. Больше лежать и отдыхать она не может. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному ему. А чтобы отпереть, надо этот самый замок открыть. А ведь через скважину он протянул свою руку. Я встала, а с рук моих капало мира. Потому что от рук Христа, мира, это с перстов капало, это благодать Святого Духа. И вот проснувшаяся душа, оживший народ, он теперь к этой самой скважине, где только что была рука возлюбленного. И ты прикасаешься к этой благодати, которая от этой руки, и теперь уже с твоих рук она капает. И отперла я возлюбленному моему, а его там нет. А возлюбленный мой повернулся и ушел. Вот это удивительное состояние. Христос, когда входит в Иерусалим, он плачет. «О, если бы хотя бы в этот твой день ты узнал, что служит к миру твоему!» Все ликуют, асанна, гряды во имя Господне. А он плачет. Возлюбленная лежит, удобно расположившись. Она не ждет уже его. Нет, она только о нем и говорит. А по факту-то нет. И душа, которая почувствовала все-таки это прикосновение, она теперь, может быть, стыдится той своей лени, что не откликнулась на зов Христа. Она открывает эту дверь, а его нет. А он повернулся и ушел. И вот тут состояние Богооставленности. Через Него, так или иначе, пройти должен каждый человек, пройти должна каждая душа и, может быть, каждый народ. В том числе и израильский. Может быть, девятнадцать веков рассеяния были этой ночью. Это знает Бог. Возлюбленный мой повернулся и ушел. Ты не откликнулась, когда я к тебе пришел. Ты не узнала день посещения своего. Ты поленилась стать. Ты не захотела опять одевать этот хитон, марать свои ноги. Но теперь побудешь без меня. Великие отцы, уходя в пустыне, тоже это пережили. У Антония Великого это длилось ни много ни мало. Двадцать лет. Это состояние Богооставленности. Души во мне не стало, когда он говорил. Я искала его и не находила его. Вот то было искание первое. Это было одно. Об этом мы уже говорили. А это совсем другое. Теперь душа, имевшая и утратившая, она ищет и не находит. Она зовет, а он не отзывается. Потому что, когда он звал, мы не отозвались. Встретили меня стражи, обходящие город. Интересно, что там в первом ночном тоже были эти стражи. Там они просто никак не отреагировали. На эту ищущую душу. Твои дела. А здесь не так. Вот эти стражи, обходящие город. То есть, теперь мы носимся. Теперь мы ищем Христа. Где она теперь, эта благодать, которую мы потеряли? Избили меня, избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены. Теперь они не безразличны. Они избивают эту душу. Это коснулось и израильского и иудейского народа. И он не раз был бит. Это касается и церкви. Это касается и каждой христианской души. Теперь надо потерпеть вот эти раны. Теперь надо быть избитым. И вот в этом состоянии, в этом состоянии взывает невеста. Заклинаю вас, черри иерусалимские. Если вы встретите возлюбленного моего, то есть душа уже не чает его увидеть и найти. Что скажете вы ему? Что я изнемогаю от любви. Теперь человек даже не чувствует себя достойным быть посещенным Богом. Он уже избит в этой тьме, стерегущими град этого мира. Но передайте только ему. Хоть я и тогда поленилась. Хоть я и не открыла. Я изнемогаю от любви. Она уже ничего не просит. Она не дерзает его пригласить. Она знает, что этого недостойно. Но скажите, передайте. Я изнемогаю от любви. И интересно, вот эти самые черри иерусалимские, они теперь любопытствуют. Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных? То есть, что уж тут такого? Ну, надо же вот теперь. Прекраснейшая из женщин. Чем возлюбленный твой лучше других? Что ты так заклинаешь нас? Ну, даже вот если взять по современности. Да что, мало, что ли? Другой жених найдется. Ну, что уж плакать-то. Чем он лучше других-то? И теперь невеста поет гимн своему жениху. Своему жениху, которого потеряла. И это образ Христа. Если образ невесты трижды, то образ Христа единожды. Вот здесь. Если в первом образе невесты там было семь, полнота. То есть, полнота благодати в этом мире и само божество, символизируемое числом Три Святой Троицы. И вот теперь изображается жених. Сначала он тоже изображается сверху вниз, как и там была невеста. Только образ уже его не поясной, а полный. Возлюбленный мой бел и румян лучше десяти тысяч других. Теперь невеста говорит, чем же ее возлюбленный лучше других. Почему он стоит такого искания и такой скорби о его утрате? И такого смирения, что если даже она его больше никогда не найдет, то передайте, что я его люблю. Возлюбленный мой бел и румян. Бел – это цвет божества. Румян – это цвет плоти. То есть, здесь Бога человечества Иисуса Христа. И он лучше десяти тысяч других. Как в Псалме 44, что он прекраснейший из сынов человеческих. Он лучше десяти тысяч. Эти десять тысяч, этим и тем, это имеется в виду множество. Он лучше философов. Он лучше основателей религии. Он лучше гениальных ученых. Он лучше великих правителей. Он лучше всех, кто только есть. Он Бог и человек. Дальше. Голова его – чистое золото. Золото означает царство. Он царь царей. Он глава церкви. Кудри его волнистые, черные, как ворон. Они, в отличие от невесты, не с гор Галаадских. Они не уходят от язычества. Они там никогда и не были. Они волнистые, черные, как ворон. Ворон здесь используется только как образ черного цвета. Даниил изображает его с белым волосом, как белая волна, и в апокалипсисе. То есть там привечность, а здесь юность. Христос, как юноша. Это юность этого мира. Это юность человеческой души. Это юность церкви. Христос. Кудри его волнистые и черные, как ворон. Глаза его, как голуби, при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве. Мы уже говорили об этих образах. И теперь, я думаю, уже эти образы становятся нам понятными. Мы уже научаемся этому языку. Голубь – Дух Святой. И мир, мир мой даю вам. Не как этот мир дают. Христос, крестящий Духом Святым. И его взгляд – это крещение Духом Святым. Это излияние Духа Святого на всякую плоть. При потоках вод, указания на крещение, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве. Молоко чистое, словесное, слово его. И, наконец-то, душа, обретающая Христа, она сидит в довольстве. Она больше не недовольная. Недовольный человек не похож на христианина. Поэтому давайте не будем быть недовольными. Нужно быть грозным, но не недовольным. Щеки его – цветник ароматный, гряды благовонных растений. Очень хорошо. Щеки не должны быть выбриты. Борода там должна быть. Щеки должны быть цветник ароматный. Так что, братья, давайте уже. Ланиты – это дело девичье. А у мужчины щеки должны быть с порослью. Щеки – цветник ароматный. Только это теперь не джунгли, не кустарники, а это цветник ароматный, если речь идет о Христе. Но мы не забываем, что мы находимся на поле песни-песни. Этот цветник ароматный – это достоинство. Если волос главы – это достоинство невесты, девицы, женщины, то волос брады – это достоинство мужа. И в данном случае божественная аромат Святого Духа. Гряды благовонных растений – это возвращение рая. Губы его лилии истекают текучую миру. Помним, что у невесты губы алые, а тут губы его лилии. Губы его лилии источают текущую миру. Красный цвет был бы даже неприличен для изображения жениха. Лилия чиста, непорочно бела, источает текучую миру. То есть опять образ благодати Святого Духа, который исходит из уст Христовых. Руки его – золотые кругляки, усаженные топазами. Руки – это дела. Дела Христа – дела царские, золотые кругляки, усаженные топазами. Это руки ювелира, топаза, кругляки. То есть дела Христа – это ювелирное искусство в воссоздании этого мира и в созидании человеческой души и Церкви Божией. Живот его, как извояние слоновой кости, обложенное сафирами. Живот – это чувственная часть человека. И вот самая чувственная часть жениха сравнивается извоянием и слоновой кости. Это матовый белый цвет, то есть без страстия. И причем обложенный сапфирами, а это цвет неба, голубого неба. То есть самая чувственность – она небесна. Таков Христос. Вот чем Он лучше всех женихов этого мира. Вот почему Его ищет душа, и никаких других женихов уже ей не надо, они уже не могут ее удовлетворить и порадовать. Голени Его – мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях. Голени, ну, уже стоим на земле. Мраморные столбы – это мощь. Церковь, как столб и утверждение истины. Поставлено на золотых подножиях, то есть эта мощь, опять подножия, сандалии, они золотые. Это, опять, Его царское достоинство, которым касается этой земли. Вид Его подобен Ливану. То есть, мы уже неоднократно говорили, это божественная природа, божественная белизна. Величественен, как кедры. Мы говорили, что кедры – образ величия и нетления. Вид Его подобен Ливану, то есть, Он божественен. Ты, если воистину Христос, Сын Бога Живаго. И Ты велик, как кедр. Праведник процветет, якофеникс, и возвысится, как кедр на Ливане. Христос – это и есть этот цадик, этот праведник. Он величественен, как кедр на этой земле, и нет Ему равного. Уста его – сладость. То есть, уста его источает слово, которое слаще меда и капель сота. Это сладость божественных писаний, божественного слова. И весь Он, в синодальном переводе – любезность, иной перевод – желание. И весь Он – желание. То есть, душа жаждет Его. Вот такого жениха, а не другого, хоть же душа, каждого, каждого человека. Даже если он преступник-рецидивист. Даже если женщина блудная-распутная. По-настоящему, только такого жениха жаждет душа каждого из нас. На меньше ведь мы не согласны. Вот кто, возлюбленный мой. Вот кто, друг мой. Черри Иерусалимские. Так невеста, утратившая своего жениха, и ищущая его в ночном городе, избитая и израненная сражами этого города, так она описала жениха, так она ответила на их вопрос, чем же он все-таки лучше. Куда пошел возлюбленный твой? Это вопрос, но это уже следующая глава. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова